Вы видели, что для суммы квадратов формула какая-то не очень хорошая для запоминания. n умножить на n плюс 1 на 2n плюс 1, это разделить все это наше мнение. А вот удивительным образом для суммы третьих степеней формула не просто красивая, а удивительно симпатичная. У нее есть диаметрическое доказательство. У нее есть и доказательство, которое мы получим сейчас. Что от вас сейчас требуется? Выразить y через y в первой степени. Она же первая возрастающая, это все равно. y во второй степени и y в третьей степени. Объясняю, почему этот доказательство. Потому что мы уже знаем форму. Для первой степени это была формула треугольных чисел. С нее началось наше сегодняшнее занятие. Для чисел такого вида мы только что доказали форму. n умножить на n плюс 1 на n плюс 2 и разделить на 2. Потребуется формула, которую мы не доказали. Ребята, я просто не знаю, не хочу прожить время, потому что это немножко скучно, но я здесь, я могу повторять. Надо сделать ровно то, что мы делали только что. Давайте я все-таки оставлю это вам. Попытайтесь, пожалуйста, сами это все проделать. Итак, здесь у нас n, n плюс 1, n плюс 2. А ответ будет такой. n умножить на n плюс 1, n плюс 2, n плюс 3, n плюс 4. А теперь вопрос. Можете ли, пользуясь этой информацией, найти сумму кубов? Что такое сумма кубов? Понятно, что такое. Это 1 в кубе плюс 2 в кубе плюс 3 в кубе и так далее. Плюс n минус 1 в кубе и плюс n в кубе. Давайте это величину обозначим с этого квадрата. Какой проект сейчас у нас? Такой же, как был для квадратов. Помните, какая у нас была замечательная формула для квадратов? Когда умножаешь k на k плюс 1, то это то же самое, что k в квадрате плюс k. А сейчас мы можем сделать следующее. Представить себе, что у вас есть какой-то, например, вот это. n, n, n плюс 1, n плюс 1, n плюс 2. Давайте, поскольку это для меня сейчас очень важно, давайте я это даже, может, отдельно выпишу. Давайте анализировать, что мы, на самом деле, знаем. Мы знаем, что нам нужна величина k в квадрате. Нам дали. k умножить на k плюс 1, на k плюс 2. Канн k плюс 1 и k. Три величины. Требуется из них создать k в квадрате. Кто может придумать формулу? Три выражения. k, k на k плюс 1, k на k плюс 1, k плюс 2. Надо взять их с каких-либо коэффициентами, чтобы в результате всех альфметических действий получилось бы k в квадрате. Эта задача паула. В первый промежуток сразу можно написать равно. Да, конечно, здесь надо, конечно, написать равно, потому что мы хотим получить какую-то альфметическую моду. Без знака реальности никак. Какой коэффициент взять здесь? Единицу. Смотрите, вот это какой степени подглашения? Первый. Первый. Это какой? Второй. Это какой? Третий. Третий. А это какой? Третий. Третий. Ребята, если это, конечно, третий степень, а это первый и второй, значит, мы обязаны здесь взять в качестве коэффициента единицу, потому что иначе у нас будет проблема с k в кубе. Значит, в любом случае пишем здесь коэффициент единицы. Отлично. Теперь я на вашем месте просто перемножил вот это. Кто умеет умножать k плюс 1 на k плюс 2? Что будет? k в квадрате плюс 3k. k плюс 1 на k плюс 2. Надо умножать, вам видите, каждый на каждый, да? На k умножаем. k в квадрате плюс k. На кольку умножаем? 2k плюс 2. Результат какой? Конечно, k в квадрате плюс 3k плюс 2k. Но это еще не все, надо еще на k умножить. Поэтому на самом деле k в кубе плюс 3k в квадрате плюс 2k. Отлично. Ребята, смотрите, вот k будет хорошо. А 3k в квадрате – это полное взорвание. Значит, надо, что надо сделать? Вычесть. И сколько раз вычесть? Три раза вычесть, абсолютно верно. Три раза вычесть. Так и пишем. Минус 3k в квадрате минус 3k. Так, теперь смотрите, как. Здесь плюс 2k, здесь минус 3k. Это вместе минус k. Значит, для баланса надо написать плюс k. Без квадрата. Вы придумали форму. Мы думали в форму. Теперь идем сюда. Мы должны взять с коэффициентом 1 вот эти, где я скажу, что сложили большие квадраты. И с коэффициентом минус 3 вот это. И, соответственно, подвести результат. Сумма кубов – это, давайте смотрим. Вот это, n на n плюс 1,5. Плюс вот это, n на n плюс 1, n плюс 2, n плюс 4. И минус утроенное, вот это, n плюс 2, умноженное на n плюс 3. 2 минус 8n. Почему минус 8? Минус 4n. Минус 4n минус 8. Это у меня так. Минус 8. Плюс, умножаем сначала на n. n квадрат плюс 2n плюс, что там, 3n плюс 6. Ой, что же это такое? n квадрат пишу сразу. Дальше 2n, 3n минус 4. То есть плюс n. 2 минус 8 плюс 6. Это 0. Получилось n квадрат плюс n. А это действительно известная формула для суммы кубов. Давайте я вместо z на n напишу форму. n умножить на n плюс 1, n делить на 4, умножить на n на n плюс 1. И разумеется, в таком виде это никогда не пишут. Соображают, что 4 это 2 на 2. И пишут это так. n умножить на n плюс 1 пополам. И все это в квадрате. Ребята, n на n плюс 1 пополам. Это треугольное число. Мы только что доказали с вами совершенно замечательную форму. Когда складываешь кубы натуральных чисел, это то же самое, что сложить их и возвести результат в квадрате. Знаменитая формула. Ее можно доказать геометрически. Нарисовать картинку. Что? Там кубы. Смотрите. Складываешь кубы. А, смотрите, давайте так, например. Кубы первых трех натуральных чисел. 1 плюс 8 плюс 27. 36. А 36 это 1 плюс 2 плюс 3, возведенное в квадрат. Вот это называется единица. Это называется единица. После этого я рисую квадратики размером 2 клетки на 2 клетки. Какой квадратик рисую? Рисую вот такой вот квадратик размером 2 клетки на 2 клетки. И дальше я говорю, что вот эта вот клетка, по которой они перекрываются, вполне может быть нарисована сюда и получается квадрат размером 3 на 3. Согласны? Отлично. Получился квадрат размером 3 клетки на 3 клетки. После этого я к нему пририсовываю здесь квадратик 3 на 3 клетки. Здесь квадратик 3 на 3 клетки. И здесь квадратик 3 на 3 клетки. Это и есть те самые 27 клеток. Получился квадрат размером 6 на 3 клетки. Все замечательно. Дальше, к сожалению, хуже. Потому что опять мы перешли к вот к чему. Рисуем квадрат размером 4 на 4. Посмотрите, вот это 4 клетки. Тогда он здесь вот выйдет на 2 клетки. Потому что здесь у нас были 3 клетки, да? И с ним он перешел на 1. Здесь осталось 2. Здесь останется тоже 2. 2 плюс 2, 4. Вот такая вот картинка. Я нарисовал здесь 4 на 4 квадрат. И еще 4 на 4 квадрат. И здесь квадрат 4 на 4. И здесь квадрат 4 на 4. А вот дальше та самая идея. Надо опять заштриховать вот этот квадрат размером 2 на 2. И перебросить из него клеточки вот сюда. Это будет недостающий квадрат квадрата. Господа, в общем, вам лучше на клетчатой бумаге разобраться. Если вы аккуратно нарисуете эти квадратики, то вы геометрически... Активисты такие. Активисты.